Они очень ценны. Мы с вами продолжаем, уважаемые коллеги, и я бы хотела с огромным удовольствием передать слово для следующего доклада доктору медицинских наук, профессору, заведующему кафедрой нефрологии и диализа Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика Павлова Исаяну Ашоту Мавсесовичу. Ашоту Мавсесовичу с огромным удовольствием рада вас и видеть, и слышать, хотя только в режиме онлайн, но тем не менее, как всегда, с огромным удовольствием, блестящий клиницист, блестящий спикер. Вам слово, слово для доклада. Действительно, сердечной недостаточностью почки, что нового? Здравствуйте, Наталья Андреевна, спасибо за добрые слова. Я действительно очень рад вас видеть, хотя бы и так вот издалека. Лучше было бы нам в члене, а не в виртуальной комнате. Итак, уважаемые коллеги, во-первых, несколько... Не вот считал люди, по идее. Спросите, да. Смотрите, хроническая сердечная недостаточность и ХБП. От 33 до 43% пациентов с ХЦН имеют ХБП, причем со сниженной скоростью клубочка фильтрации, меньше 6-7 мл в минуту. А у 25-40% имеются маркеры повреждения. Ну, в первую очередь, имеется в виду, конечно же, альгуминурия патологическая. И в совокупности сниженная клубочка фильтрации, нарастание протеинурии, это очень высокие факторы, очень высокого риска как летальности, так и госпитализации у пациентов с ХЦН. С другой стороны, еще одна серьезная проблема, это сахарный диабет, что очень актуально для нефрологии, потому что практически половина больных, 40-45% пациентов, получающих почечную заместительную терапию, гемодиализ, перитониальный диализ, это больные с сахарным диабетом и диабетической болезнью почек. И появление хронической болезни почек у пациента с особенно сахарным диабетом второго типа, это маркер быстрого нарастания именно кардиоринальных осложнений. Это одно из самых значимых факторов от коросклеротических сердечно-сосудистых событий и недостаточности. И поэтому крайне важно своевременно выявлять на самых ранних этапах диабетическую болезнь почек. Напомню, что именно этот термин сейчас принят, диабетическая нефропатия как-то немножко уже отходит. Цель лечения таких пациентов это нефропротекция и снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний. И многие пациенты это уже известный фактор будут иметь сердечно-сосудистые события еще до развития терминальной почечной недостаточности. И даже есть такой, ну, можно сказать, наверное, не очень добрый юмор, что счастливы те пациенты с диабетом, которые доживают до терминальной почечной недостаточности, так как они раньше погибают от сердечно-сосудистых состояний. Вот, посмотрите, наличие сахарного диабета уже даже без ХБП уже повышает риск преждевременной смерти. Вот, пункерная линия это летальность среди пациентов без сахарного диабета и ХБП. Появление альбуминули уже примерно в 4 раза, более чем в 4 раза повышает риск преждевременной смерти. Если скорость клубочковой фильтрации ниже 60 мл в минуту уже примерно 24%. Сочетание альбуминули и снежной клубочковой фильтрации 47%. Вот, какова роль повреждения почек у этих пациентов. И, собственно, поэтому в прошлом году в декабре 2019 года были опубликованы клинические рекомендации по введению пациентов диабетом и хронической болезнью почек. Это были, так сказать, драфт, это были пока что не окончательный вариант, и буквально дней 10 назад уже опубликовали окончательный вариант, и я позже объясню, почему, собственно, вот такая задержка была, хотя существенных изменений не было. И вот посмотрите рекомендации нефрологов по введению пациентов с диабетом и хронической болезнью почек. Она должна быть направлена на кардио- нефропротекцию. И посмотрите, гликемический контроль и на первом месте, первая строчка, это ингибиторы натрия-глюкозного транспортера второго типа. Хотя всегда говорили о нефропротекции и в первую очередь говорили о блокаторах ренино-гетензин альдостероновой системы. Дальше уже контроль артериального давления, липидов и так далее. Это все как обычно. И вот что, посмотрите, какого алгоритма лечения гликемии у пациентов с ахмином диабетом и ХБП. Наряду с общими рекомендациями физическая активность питания снижения веса. Посмотрите, базовая терапия метформин и ингибитор НГЛТ2, ингибиторы натрия-глюкозного транспортера второго типа. Правда, здесь есть ограничения ниже 30 мл в минуту клубочковой фильтрации уже основания для отмены препарата или не начинать терапию. Если диализ, естественно, отменяется препарат, если до этого получал. А все остальное, вот эти все очень эффективные гипогликемические препараты, только как дополнение для достижения целевых уровней гликемии. Теперь рассмотрим, в чем суть-то это. Почему именно вот эти препараты вдруг стали лидерами на первый ряд попали по лечению сахарного диабета. когда разрабатывались, этот класс препаратов разрабатывался, то цель была очень простая, поскольку глюкоза реабсорбируется в максимальных канальцев и здесь есть переносчики, вот эти самые натриеглюкозные экотранспортеры, то если заблокировать их, то появляется глюкозурия, снижается уровень глюкозы. Но оказалось, что тут интересные уже детали появляются. Посмотрите, название собственно переносчика натриеглюкозных транспортеров. Натрии и глюкоза, они одновременно реабсорбируются в проксимальных канальцев и причем нужно сказать, что у диабетиков количество этих переносчиков существенно повышается примерно в 2-3 раза, то есть еще больше реабсорбируется поступившая глюкоза и натрия. Значит, если усиленная реабсорбция, то при этом увеличивается, меньше поступает и натрия к вот этому участку, где находятся клетки плотного пятна. Это очень интересный участок, который регулирует гемодинамику внутриклубочковую и он абсолютно автономен. Этот механизм называется канальцево-клубочковый механизм обратной связи. В чем его суть? Если натрия мало в канальцевой жидкости, то почка это воспринимает как сигнал о том, что объем жидкости в организме большой, и для этого надо его выводить. Расширяется приводящая артериола, и это приводит к повышению внутриклубочкового давления, повышению фильтрации в клубочке. Таким образом, внутриклубочковая гипертензия, гиперфильтрация, которая в обычных условиях является механизмом компенсаторным. В данном случае, если длительно сохраняется такая гиперфильтрация, то клубочек повреждается, подвергается фокальному склерозу, а затем полному гиалинозу. Правда, скорость клубочковой фильтрации нарастает, и у диабетиков это известный факт. Вот что же делают препараты класса ингибиторов SGLT2, они блокируют реабсорбцию как натрия, так и глюкозы, и соответственно выводится глюкоза, глюкозурия появляется, и большее количество натрия поступает к области макфлоденса, плотного пятна. А это уже сигнал о том, что воды мало в организме. Это я так упрощенно рассказываю. И вследствие этого сокращается или не расширяется приводящая артериова, тем самым уменьшается давление внутриклубочковое, и тем самым удается сберечь эти клубочки от повреждения, от гибели. Но при этом снижается скорость клубочковой фильтрации, естественно, и это естественно, это наподобие того, что мы наблюдаем у больных, которые получают ингибиторы АПФ или сортаны, но там механизм другой, там воздействие на отводящую артериулу. Итак, какие потенциальные механизмы кардиоринальных эффектов этого класса препаратов, что исходит из того, что я рассказал очень кратко, конечно. Коррекция водного баланса, здесь еще играет роль гемопаи, снижение риска госпитализации по поводу сердечной недостаточности, потенциальное снижение симпатической активности. И вот еще одна точка приложения данного класса препаратов, это натриеводородный обменник, так называемый, третьего типа. Он экспрессируется в мембране щеточной каймы максимальных канальцев почек и важную роль играет в регуляции кислотно-щелочного состояния и регуляции внеклеточного объема. Здесь инсулино-резистентность, и вот тоже обратите внимание, во всех клинических исследованиях, проведенных данными препаратами, наблюдалось снижение веса примерно на 3 килограмма в течение 52 недель. То есть в этом отношении тоже положительный эффект от данных препаратов. Соответственно, естественно, натриурез, осматический диурез, коррекция постнагрузки, снижение артериального давления, снижение частоты сердечных сокращений, вообще сосудорасширяющий эффект. И по сути получается таким образом, что класс ингибиторов натриеглюкозных котранспортеров второго типа оказывается эффективными и приводят положительным результатом как в плане диабета, так и в плане сердечно-сосудистых заболеваний, проблем, в первую очередь, конечно, сердечная недостаточность, ну а также почечные исходы, поскольку снижается внутриклубочковое давление. И вот, собственно, один из таких первых препаратов, который был разработан, это эмпоглифлозин и исследование, знаковое исследование эмпорека от КАМ. Причем здесь особенность в том, что в данном исследовании почечные исходы были предварительно запланированы. Здесь не просто эффекты на контроль гликемии, именно почечные исходы. И здесь вы видите и новые случаи ухудшения нефропатии, ухудшение нефропатии сердечно-сосудистой смерти, макроальбуменурии и так далее, прогрессирование почечной дисфункции и показания трансплантации почки. И что оказалось, что по результатам данного исследования у пациентов с сахарным диабетом и установленным сердечно-сосудистым заболеванием к дополнению стандартной терапии в данном случае эмпоглифлозин значимо снижал относительный риск сердечно-сосудистой смерти на 38%. Это колоссально. Это даже превосходит исследование Рейлз, где спернолактон показал тоже очень просто фантастические результаты, но там было 30%. Эмпоглифлозин снижал относительный риск госпитализации по причине сердечной недостаточности на 35%. И одновременно нефропротективный эффект тоже был значимый. Снижение риска развития прогрессирования нефропатии на 39%, замедление темпа прогрессирования и снижение альгуминурии. Здесь представлены вот эти детали, как видите, по всем параметрам были преимущества обнаружены у эмпоглифлозина в сравнении с плацетом. На мой взгляд, очень значимо и то, что независимо от скорости клубочковой фильтрации, больше 90%, 60-90%, то есть первая стадия, вторая стадия, первая стадия, 45-60%, 3А стадии, и даже ниже 45%, то есть третья Б стадия минимум, во всех отношениях преимущество было у препарата. по сравнению с плацебо. Преимущество было также независимо от выраженности альбоминуи, здесь видите, больше 30, меньше 30, в любом, в том и другом случае преимущество было значимое. Еще один очень важный аспект, это возраст, поскольку и ХБП, и сердечная недостаточность, они, частота увеличивается, распространенность с возрастом. Моложе 65 лет преимущество 65-75 преимущество, старше 75 лет опять же преимущество. И то, о чем я говорил, вот это снижение скорости клубочковой фильтрации, особенно на первых парах. вот первые 3-4 недели отмечается значимое, ну, достаточно видимое снижение скорости клубочковой фильтрации. Это обусловлено тем, что уменьшается суммарная скорость клубочковой фильтрации, поскольку снижается фильтрация в каждом отдельном клубочке. но после того, как уже все стабилизируется, затем идет уже некоторое нарастание, а затем стабилизация. И мы видим, как намного медленнее, практически незаметно снижение скорости клубочковой фильтрации в группе МПГ по сравнению с плацебо, хотя контроль лекемии был одинаковый. Ну, здесь закономерно по всем аспектам были преимущества отмечены у эмпоглифлозина. Собственно, поскольку есть вот такой механизм именно нефропротективный, то есть уменьшение внутрикубочковой гипертензии, гиперфильтрации, поэтому вот в прошлом году было совещание экспертов с международным участием, мы пришли, я имел честь участвовать в этом совещании, снизили порог назначения препарата до 30 миллилитров в минуту, до этого считалось, что 45 миллилитров в минуту нижняя граница нормы назначения препарата. Подтверждение эффективности этих препаратов в плане почечных исходов было получено и в реальной клинической практике, в обисследовании СИВД РИЛ 3, 5 стран участвовало больше 65 тысяч пациентов в течение пяти лет наблюдения опять же были во всех случаях во всем препаратам независимо от конкретного препарата, то есть класс-эффект снижения скорости клубочковой фильтрации, затем нарастание и стабилизация, тогда как плацебо, группа других препаратов, здесь не плацебо было, здесь отмечалось снижение скорости кубочковой фильтрации, и по каждой стране, когда анализировали, тоже, в общем-то, за исключением Тайваня, где, в общем-то, не так много наблюдений было, отмечено положительный эффект именно ингибиторов в НГЛТ-2 по сравнению с другими сахароснижающими препаратами. В Японии тоже небольшое, меньшее число в наградении было, но, тем не менее, эффект был достигнут. И, собственно, поэтому были запланированы и какие-то исследования уже завершены касательно нефропротекции данного класса препаратов. Вот исследование Креденс с канаглифлазином, опять же, посмотрите, включались пациенты с клубочкой фильтрации до 30 миллилитров в минуту. Следующее ДАПА-Секииди, исследование, которое было завершено в этом году и результаты были доложены, вернее, извините, в прошлом году. Здесь еще ниже нижняя граница порога назначения препаратов ДАПА-Глифлазина меньше, больше 25 или 25 миллилитров в минуту. И ЭМПА-Кидны уже с ЭМПА-Глифлазином, где очень большой диапазон пациентов был включен в исследование, и здесь уже нижний порог 20 миллилитров в минуту. То есть ожидается, что даже при такой скорости клубочковой фильтрации, когда гипогликозоснижающие эффекты в общем-то очень ограничены, можно сказать, они сводятся к нулю, но нефропротекция отмечается. Теперь вот результаты ДАПА-СИКИ-ДИ. Результаты были опубликованы в августе 2020 года на Конгрессе кардиологов европейских. Отношение рисков первичной и конечной точки, ухудшение функций почек или развитие терминальной почной недостаточности. 0,61. Посмотрите, какая цифра. Эффект, причем, обратите внимание, был установлен для пациентов как с сахарным диабетом, так и без него. То есть здесь уже чисто нефропротективный эффект, независимо от гипогликемического эффекта. Также снижение общей смертности на 31%. Риск госпитализации по поводу сердечной недостаточности, сердечно-сосудистой летальности на 25%. Ранее в 2019 году завершилось другое исследование с ДАПа-глифлазином, ДАПа-ЭЧФ, где совокупная первичная конечная точка была уже касательно сердечных исходов. Это госпитализация или внутривенная терапия, требовавшая у больного сердечной недостаточностью или сердечно-сосудистая летальность. Посмотрите, тоже значимое преимущество у ДАПа-глифлазина по сравнению с плацедой. Также в августе этого года были опубликованы результаты другого исследования уже с ЭП-глифлазином, Энтера-Редюст, где были включены пациенты с сердечной недостаточностью со сниженной фракцией выброса с диабетом и без диабета. И опять же, посмотрите, кардиальные эффекты, снижение риска госпитализации по поводу сердечной недостаточности 31%, снижение риска первой или последующей госпитализации по поводу сердечной недостаточности на 30%. И одновременно, хотя это было исследование направлено на кардиальные события, тем не менее, еще более значимые почечные исходы были получены. Снижение почечных событий на 50%. Более низкие темпы снижения скорости губочковой фильтрации, чем плацеда. Посмотрите, практически 0,55 миллилитра в минуту за один год. Это практически стабилизация. И в итоге, если суммировать то, что мы с вами посмотрели, обсудили, кардиоринальные эффекты ингибиторов LGLT2, которые были продемонстрированы во всех рандомизированных клинических исследованиях. МЕЙС, то есть основные неблагоприятные сердечно-сосудистые события. Класс-эффект все препараты показали эффект, но он не такой не очень разительный, умеренный эффект. Сердечно-сосудистая летальность здесь, в общем-то, оказалось, что только эпогликлозин показал значимое снижение летальности. Госпитализация по поводу сердечной недостаточности здесь четкий и стойкий класс-эффект. Все препараты оказались эффективными. почечные исходы класс-эффект или в одном случае тренд в отношении нефропротекции всех препаратов, ингибиторов натрия-глюкозного транспортера. Как видим, мы действительно видим просто феноменальные эффекты данного класса препаратов как в отношении нефропротекции, так и в отношении кардиопротекции. И, собственно, это привело к тому, что появились вот такие интересные высказывания. Вот Дэвид Черный, он очень один из ведущих специалистов, он изучал очень тщательно эффекты этих препаратов, почечные механизмы действия. И что он пишет? Снижение уровня глюкозы играет незначительную роль или не играет никакой роли в кардиоренальной защите лекарств из класса ингибиторов натрия-глюкозного транспортера второго типа. Также Американская диабетологическая ассоциация, которая проходила в онлайн-режиме в дискуссии, эксперты пришли к тому, что это неожиданно перекладывает основную ответственность на назначение ингибиторов натрия-глюкозного транспортера на кардиологов и нефрологов, хотя, естественно, эндокринологи, диабетологи и врачи общей практики должны продолжать назначать лекарства. Сегодня я одну пациентку сегодня смотрел, моя давняя пациентка, я ей рекомендовал именно препарат ампогликлозин с диабетом и с оживлением. Ну и, на мой взгляд, такой может быть это шутка, но такая в каждой шутке есть то ли шутки. Это известный кардиолог Джош Бакрис американский. Ингибиторы натрия-глюкозного транспортера второго типа являются препаратами, понижающими кардиоренальные риски с побочным сахароснижающим эффектом. Это, конечно, шутка, но, в общем-то, остроумная. Вот на этом я бы хотел завершить. Благодарю за внимание. Не знаю, я там вроде нет, тоже вложился. Спасибо большое. Ашот Мавсесович, вас уже благодарят, благодарят за доклад и уже для вас есть вопросы. Я вам озвучу эти вопросы. Мавсесович, завершите демонстрацию экрана. Вы готовьтесь отвечать на эти вопросы, пока у нас будет идти третий доклад. Один из первых вам вопросов подумайте над ответом механизмы острого повреждения почек при коронавирусной инфекции. Это первый вопрос. И второй вопрос возможность назначения, например, эмпоглюфлозина в целях нефропротекции пациенту с гипертонической болезнью, но без сахарного диабета. Подумайте ответы на этот вопрос. ответы на этот вопрос. Продолжение следует...